МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и здоровом образе жизни. Сегодня вы увидите... Самбо – это целое, все остальное части. В Рязани прошел региональный чемпионат. Самбо как национальное единоборство. В программе рассказ о жизни и спорте известного тренера Виктора Модестова. На старт, внимание, марш! В Рязани состоялся легкоатлетический забег «Соборная верста». Ну а теперь обо всем подробнее. Начнем сегодняшнюю программу с обзора лично командного чемпионата Рязанской области по самбо, прошедшему на минувших выходных в стенах Дворца спорта «Родной край спорт». Нынешний чемпионат Рязанской области по самбо собрал в качестве участников более ста спортсменов из нескольких городских спортшкол. Причем минувшие соревнования совпали с двумя знаменательными событиями. Во-первых, известному самбистскому спортклубу «Родной край спорт» исполнилось ровно 8 лет с момента создания. А во-вторых, воспитанник этого рязанского клуба, самбист Павел Лагвенкин в начале сентября завоевал Кубок мира по самбо. Этот престижный турнир включает в себя несколько этапов. Убедитель в нем определяется суммой набранных баллов. Павел Лагвенкин выступал в категории до 68 килограммов и на последнем этапе в болгарском Бургасе выступил неудачно, но сохранил за собой первое место по очкам благодаря успешному выступлению на предыдущих турнирах. Нравится самбо своей динамичностью, схватка адреналин. А все зависит только от твоего следующего шага, от твоего действия. Кстати, и на домашнем турнире Павел также одержал победу. Правда, уже в весовой категории до 74 килограммов. Сейчас Павел Лагвенкин уже мастер спорта международного класса. И этот путь в борьбе с самбо у него занял почти 10 лет, когда еще младшим школьником он впервые пришел в секцию. С самбо, мне кажется, считается очень хорошо. Борьба в стойке, борьба лежа, болевые приемы. Так как это можно использовать для военных, использовать для боя, в военных действиях. Очень такой развитый, разносторонний вид спорта. В спортивной среде хорошо известен принцип, что без массовости не будет и мастерства. Сейчас в регионе насчитывается более 3000 спортсменов-разрядников. И, пожалуй, это и есть одно из главных достижений Рязанской школы самбо. Ведь спортивные секции, обучающие российскому национальному виду единоборств, открыты буквально в каждом районе города. Именно такая доступность – основа успешного развития самбо в Рязани. Хотелось бы отметить, что занимаются все они у нас на бесплатной основе. Мы никогда не собирали и не будем собирать за занятия, за что-то еще, значит, с детей и подростков деньги. Это очень важно. В борьбу с самбо мы принимаем всех, без исключения, никогда практически никому не отказывали. Пожалуйста, никаких ограничений ни по весовым категориям, ни по возрастным категориям, начиная с 6 лет. И, можно сказать, в глубокой старости, ребята, уже старикам у нас проводятся соревнования среди мастеров самбо, где можно участвовать свыше 74 лет. Как говорил один из основателей самбо Анатолий Аркадьевич Харлампев, самбо – это целое, а остальное – части. Ведь отечественное единоборство брало в себя самые эффективные приемы и техники многих других национальных видов единоборств. Благодаря такому заложенному в самбо принципу, самбисты отлично адаптируются к проведению поединков и в других борцовских дисциплинах. Недаром самый известный в мире на сегодня российский чемпион по боям смешанного стиля Федор Емельяненко – выходец из самбо. И именно благодаря Федору и его славным победам самбо набирает популярность не только в России, но и далеко за пределами нашей страны. Сейчас уже насчитывается около сотни национальных федераций. А еще самбо – это не только вид спортивного единоборства, но и система воспитания. Вместе с физическими кондициями развивается в спортсмене характер, стойкость и внутренняя дисциплина. Самозащита без оружия – это прежде всего наука обороны. Но боевой раздел самбо применяется в том числе и при подготовке бойцов спецподразделений, которым по долгу службы необходимо выполнять важные государственные задачи. Так что самбо не просто помогает при самозащите, но и буквально становится необходимым умением для защиты рубежей нашей Родины. На Рязанской земле национальное единоборство самбо появилось чуть более 50 лет назад. И активное развитие этого вида спорта связано с учеником Анатолия Харлампиева, Виктором Валентиновичем Модестовым. Виктор Валентинович Модестов за более чем полувековую работу тренера воспитал свыше 30 мастеров спорта по самбо. И до сих пор проводит занятия с ребятами все в том же спортзале радиоуниверситета, в котором организовал секцию в начале 60-х годов. Причем в своем уже немолодом возрасте по-прежнему остается в отличной физической форме и объясняет своим ученикам, как проводятся броски и выполняются болевые приемы не на словах, а на деле. Вот бросок через бедро называется. Захватом за пояс сзади. Подходим одной, ногой второй, приседаем, натягиваем на себя и делаем хороший удар. Вот видите, какое у него падение правильное? Если бы он не умел падать, самбисты, то грохнуть смог был так, что... Виктор Валентинович Модестов познакомился с борьбой самбо во время учебы в Московском энергетическом институте. Он поступил туда в теперь далеком 1957 году. Рассказывает, что в секцию его привел товарищ самбист, ведь до этого Виктор Модестов весь первый курс учебы занимался баскетболом. В секции самообороны без оружия МЭИ тогда преподавал легендарный Анатолий Аркадьевич Харлампиев. Это имя должно быть знакомо буквально всем самбистам нашей страны, ведь Харлампиев – это один из основоположников самбо в России. Приемом борьбы он обучался в Московском институте физкультуры у мастера дзюдо, выпускника японской школы «Кадакан» Василия Ощепкова. Анатолий Харлампиев уже в своей дипломной работе постарался собрать многие приемы из многих национальных видов борьбы, а далее уже на практике в поединках с представителями других стилей отрабатывал и совершенствовал приемы самбо. Дипломная работа, когда он выпускался у Харлампиева, вот у этого Анатолия Аркадьевича, была такая – собрать многие приемы из многих национальных видов борьбы нашей страны и за рубежом, и что-то, как говорят, скомплектовать и сделать такую целую систему, создать, чтобы, ну, очень своеобразную, чтобы действительно охватить многое из других видов борьбы. И он это сделал. И в 1938 году выступил на всесоюзном семинаре специальном тренеров, так, где, так сказать, вот эту систему он изложил, и было принято решение в ноябре месяца 1938 года о создании новой федерации и нового вида спорта. Ну, раньше немножечко не борьба самбо называлась, а борьба там как-то вольного, невольного стиля, так, вот. И после этого переименовался в самбо. Под руководством легендарного тренера Анатолия Харлампиева Виктор Валентинович Модестов стал мастером спорта и даже вошел в состав сборной вуза. Ну, а после окончания Московского энергетического института Харлампиев даже хотел оставить будущего рязанского тренера в аспирантуре МАИ. Но у Виктора Валентиновича в Рязани была уже невеста, и он уехал из Москвы, получив перед этим от Анатолия Аркадьевича наставление, как начинать развивать самбо в Рязани. В 63-м году я очищался в Рязани. Когда я приехал, здесь было, работало, ну, так, разрозненно 2-3 группы. То есть в основном стелили ковры, убирали ковры в маленьких комнатушках, но были такие энтузиасты, которые занятия вели. Я не говорю, что я первый приехал, и все началось. Я приехал в начале 63-го года, занятия здесь, вот, в этом зале, в Радиотехническом институте. Вел занятия со студентами и Радиоинститута, и Медицинского института, и Педагогического института, то есть со студентами в основном. Первые самбистские спортшколы в Рязани появились значительно позже, ведь самбо в 60-е годы и не считалось за отдельный вид единоборства, и потому не было большой поддержки со стороны государства и предприятий. Когда я приехал и пришел к председателю областного спорткомитета, то у нас федерации не было. Федерация была одна. Классическая борьба тогда была очень сильно развита в Рязанской области, борьба с самбо. И я, конечно, сказал, что самбо никакого совершенно отношения к классической борьбе не имеет, так же, как и наоборот. Поэтому вот в 63-м году мы и создали отдельную федерацию борьбы с самбо, которую в основном, так сказать, я и возглавил. В конце 60-х годов один из первых рязанских учеников, Виктора Модестова, Николай Никитин, начинает тренировать детей и юношей в зале завода сам. Вскоре эта детско-юношеская спортивная школа подготовила первых мастеров спорта. А в начале 70-х в Рязани открылся дворец спорта профсоюзов «Бревесник», где появилась уже и вторая спортшкола самбо. Именно отсюда вышли многие мастера и тренеры, которые поспособствовали становлению самобытной рязанской школы самбо. И это утверждение не голословно, ведь за последние 15 лет рязанские самбисты более 60-ти раз становились призерами чемпионатов Европы и мира. А у истоков таких высоких достижений стоял хороший спортсмен, знаменитый тренер и талантливый организатор Виктор Валентинович Модестов. А на прошлых выходных сотни рязанцев пробежали соборную версту. Эти массовые соревнования регулярно на протяжении уже более двух десятков лет проходят. Вот на этот раз физкультурный праздник бега получился на славу. Легкоатлетический забег соборной версты имеет уже довольно длинную и даже славную историю. Впервые спортсмены и любители здорового образа жизни побежали по центральным улицам Рязани еще в минувшем веке, в 1993 году. С тех пор на ежегодный старт выходят сотни горожан и жителей области. Не стали исключением и нынешние соревнования. На старт, чтобы проверить свою выносливость и атлетическую подготовку, вышли более тысячи желающих. Маршрут нынешнего легкоатлетического забега соборной версты практически полностью пролегал по территории Рязанского Кремля. Участников разделили на забеги. В главном соревновались как именитые спортсмены, так и ветераны рязанской легкой атлетики. Победителем стал кандидат в мастера спорта Дмитрий Рокчеев. Легкой атлетикой он занимается уже около семи лет в спортшколе «Старт» города Скопина. В прошлом году Дмитрий стал победителем первенства России и вошел в состав сборной команды нашей страны. Соперники были сильные? Да, конечно, соперники были сильные. Вот парень. До последнего круга буквально боролись. С ним до финиша. Еще один парень. Очень много курсантов военно-десантных в Лоиске тоже. Их принимал как соперников, но видно, что-то не получилось у них. Но так все очень хорошо, все сложилось по плану. Как с тренером решили, так и получилось. Ускорение на финишный отрезок. Последний круг. Легкой атлетикой, прежде всего, я пришел заниматься легкой атлетикой, как сказать. Не знаю того, что я ей занимаюсь. То есть была секция баскетбола. А тренер, еще также кандидат в мастера спорта по многоборию, то есть легкой атлет. После этого буквально год я начал заниматься легкой атлетикой. В 13 лет пошли первые результаты. Это лидер зимнего сезона на дистанции 1500. В 13 лет. Далее была победа на первенстве России. Сейчас, в 14 году, в июле, я стал членом сборной России по легкой атлетике. Участников соборной версты разделили на 17 возрастных групп. Наибольший болельщицкий интерес вызывали младшие школьники, поскольку в их забегах борьба была наиболее азартная и бескомпромиссная. А уважение и восхищение справедливо заслужили ветераны спорта. Легкая атлетика – это основа всех видов, скажем так, спорта. Движение – это ходьба, бег трусцой, бег уже, скажем так, на результаты какие-то. Это доступность прежде всего. Здесь не надо никаких дорогостроящих каких-то сооружений, залов. Есть, скажем так, хорошая трасса. И, в общем-то, продолжаем все мы можем, все мы заниматься этим любимым видом. По итогам соборной версты победители и призеры получили награды и подарки. Но важно и другое. Такие массовые физкультурные старты, как легкоатлетические забеги, обязательно привлекут к занятиям спортом многих рязанских детей и подростков. Движение – это жизнь. Так что больше жизни рязанцы. Легендарные российские спортсмены посадили в Рязани аллею олимпийской славы. В посадке деревьев спортсменам активно помогали и юные воспитанники спортивных школ города и волонтеры. В пятницу, 12 сентября, в Рязани появилась аллея олимпийской славы. Легенда советского и российского спорта в рамках олимпийского автопробега. Кстати, седьмого по счету посадили в сквере на улице Маяковского 25 молодых саженцев. Действительно, если уж существует прекрасный девиз «О, спорт, ты мир!», то почему бы не появиться и аллея спорта, как символу честных и благородных состязаний, мирной альтернативе военным баталиям, берущим начало в глубокой древности, хорошая традиция, достойная дальнейшего развития. Молодые деревца теперь будут расти под именами олимпийцев, как напоминание об их достижениях. К тому же, это прекрасная мотивация для юных спортсменов. Опять-таки, символично – крепкие, сильные деревья и молодая поросль, которой, возможно, суждено в дальнейшем продлить эту славную традицию. Это стимул для подрастающего поколения и для родителей в том числе. Мы видим, площадка, наверное, будет использоваться и взрослыми. Я думаю, что это поможет развитию детей, увлечению спортом, тяги к спорту граждан Рязани. И будет от этого только польза. И нашему народу России в стране очень нужны здоровые люди сейчас. Легенды олимпийского спорта, посадив деревья, отправились дальше. Автопробег только начался. Впереди еще много городов и много олимпийских саженцев. Ну а сквер на улице Маяковского отныне будет называться «Аллея олимпийской славы». На сегодня это все. Будьте спортивными, будьте активными. И пусть в любом деле у вас открывается второе дыхание. Продолжение следует... Продолжение следует...